Земля не всегда будет обитаемой. Со временем Солнце будет еще сильнее нагреваться и через миллиарды лет Земля уже не сможет поддерживать жизнь. Утешает лишь то, что все, кого мы знаем, погибнут задолго до того, как это произойдет. С вами Топ Грей. Представляем вашему вниманию планеты, на которых могли бы жить люди. Луна – не лучший выбор для человеческой жизни. В отличие от контролируемой среды космической станции, поселенцам на Луне придется жить в защитных модулях с гравитацией, которая в шесть раз слабее земной. На Луне также очень долгие дни и ночи – 13,5 земных дней. Ночью температура падает так низко, что сталь становится хрупкой и трескается. Это не говорит о том, что люди не смогут жить на Луне, но потребуется создать среду с водой и воздухом, где можно будет эффективно переключаться с отопления до охлаждения, а также защищать жители от периодических солнечных вспышек, которые могут убить все живое. Из-за более слабой гравитации ваш вес на Луне составил бы 1,6 от земного веса. Из-за отсутствия атмосферы вы не услышите звуков на Луне, а небо всегда будет выглядеть черным. Температура на поверхности Луны может достигать от 123 до минус 153 градусов Цельсия. Марс. Марс далек от идеального места жительства, но ближе к тому, чтобы создать здесь цивилизацию. Площадь поверхности Марса равна площади суши на Земле, а его атмосфера допускает более высокое содержание кислорода или озонового слоя. Хотя Марс намного меньше и плотнее Земли, его поверхность находится ближе к ядру, из-за чего гравитация на поверхности составляет 40% от земной. Не стоит исключать вероятность создания генетически модифицированных растений, способных выдержать условия сильной радиации. Человек весом 100 кг на Марсе весил бы 38 кг. Средняя температура на Марсе составляет минус 80 градусов по Цельсию. Зимой возле полюсов она может падать до минус 125 градусов Цельсия, а летом возле экватора подниматься до плюс 20 градусов, но ночью падать до минус 73. Облако Оорта. Это одна из малоизвестных областей нашей Солнечной системы. Огромное облако ядер комет вращается вокруг Солнца в форме сферической оболочки, которая простирается на расстоянии от 5000 до 100 тысяч астрономических единиц. Тела в облаке Оорта содержат почти все, что нужно людям для жизни – воду и углерод. В одной из своих книг Карл Саган представил себе будущее, в котором люди путешествуют с одной кометы облака Оорта до другой, потребляя их ресурсы и постепенно перемещаясь к ближайшей звездной системе. Проблема лишь в том, как проделать путь в несколько веков, продвигаясь сквозь межзвездное пространство. Планеты за пределами Солнечной системы. Люди будут исследовать новые миры и цивилизации, но вряд ли найдут планету, на которой смогут жить. Хотя космический телескоп Кеплер обнаружил тысячи планет, похожих на Землю, и многие из них находятся в обитаемой зоне, где может существовать вода в жидком виде. Но это еще не означает, что мы сможем там поселиться. Мы даже не можем выжить, питаясь травой, хотя она гораздо ближе человеческой биологии, чем любой внеземной организм. Даже наша атмосфера, богатая кислородом, является продуктом жизни, а миры, богатые кислородом, уже вполне могут быть обитаемы. Но если мы все же найдем планету, которая является клоном Земли во всех отношениях, ее биология будет несовместима с нашей. Согласно исследованию, существует около 160 миллиардов экзопланет только в галактике Млечный Путь. Сейчас подтверждено открытие 1743 планет за пределами Солнечной системы. А на этом все. Не забудьте поставить лайк и поделиться видео с друзьями. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное. С вами был Топ Грей. До встречи!